Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Влюбилась в лучшего друга. Долго страдала, так как понимала, что больше другими динамики ничего быть не может. Это отражалось на общении, стало нервно. Несмотря на это, все-таки решила признаться в чувствах, они оказались не взаимные, он сказал, я не знаю, что к тебе чувствую, но общение мы продолжили по общему согласию. Согласил, мои чувства не пропали, мы несколько раз после этого возвращались к данной теме, однако он сказал, что у меня был шанс начать с ним отношения, так как его я знаю, так как его не знаю, что чувствую, равняется да. В этот момент это меня очень сильно ранило, так как я думал, что его слова означают либо вежливый отказ, либо просьбу о времени. Но самое странное, после этого начались изменения в нашем общении. Он начал проявлять тактильность, обнимает при прощении, зовет гулять. Останавливать я его не хочу, так как это приятные мне действия, но понимаю, что это не ввелится в нечто большее, из-за этого чувствую себя так, как будто его использую. Говорить мне по этому поводу боюсь, во-первых, не хочу быть навязчивым, а во-вторых, это может его испугать, и тогда он вообще перестанет что-то такое делать. Как определиться со своими чувствами? Сам он говорит, что я человек, с которым он больше всего общается, и что из-за моей влюбленности его отношение ко мне не поменялось. Смотрите, я думаю, что здесь у нас есть такая совокупность вещей, на которые вам нужно обратить внимание. Во-первых, если от влюбленности вы страдаете, то есть если вы как-то, ну вот, чувствуете влюбленность, и вы от нее страдаете, то я боюсь, что речь идет не совсем о влюбленности. Потому что от влюбленности, то есть от, ну, от чувства любви не страдают, не страдают от влюбленности. Влюбленность это то, что скорее приносит, ну, счастье. Это то, что скорее приносит рабость. Это то, что скорее приносит новые какие-то эмоции, новые какие-то чувства. Влюбленность не приносит боли. Если влюблённость приносит боль, то это не совсем про влюблённость. Это про что-то другое. Это про попытку самоутвердиться, это про попытку что-то доказать, это про стремление, желание как бы переспорить себя в том, что ну вот я вообще-то достойна любви, что я вообще-то могу быть счастливой, как бы говорите вы, как бы говорите вы. Почему как бы? Потому что на самом деле в этом есть некоторый элемент уловки. Дело в том, что вы уже знаете, изначально вы знаете, что с вами что-то не так. Вы изначально знаете, что с вами что-то не в порядке. Потому что вы страдаете, вы говорите, что взаимностью у нас быть не может, вы говорите, что вы его используете, вы боитесь быть навязчивой. Понимаете? То есть все это на таком вот уровне, на уровне подсознания, скорее, это история про то, чтобы увидеть, чтобы доказать, чтобы подтвердить себе то, что с вами что-то не так. что недостойны вы отношений, что не можете быть вы счастливы, что вас отвергнут, что вас, что вам обязательно откажут. Эта история, она вот про это. Понимаешь? И эта история, от такого, тотального, непринятия, себя. И вот, то, что нужно сделать, на мой взгляд, это, помочь вам, себя принять. Понимаете? Помочь вам принять себя. Полюбить себя. Ценить себя. Уважать себя. А не то, что вы делаете сейчас. Сейчас вы себя натурально уничтожаете. Вы сейчас себя уничтожаете. Даже ваш вопрос, ваш вопрос про то, как мне определиться со своими чувствами, выглядит максимально неопределенно. То есть, вы же сами сказали, что вы в него влюблены. Казалось бы, но чего здесь определяться с чувствами, да? ведь все же и так понятно. Вроде бы. А нет. Не совсем. Вы в чем хотите определиться? вам что в ваших чувствах то непонятно? Это первое. Второе. на мой взгляд, на мой взгляд, мужчина вполне возможно вами манипулирует. Изменение его поведения говорит как раз о ну необязательно прямо о желании, необязательно прямо о желании, но говорит о том, что он может, что он не против как раз-таки вами воспользоваться, как раз-таки вас использовать. Понимаете, какая штука интересная? получает. То есть, человек не против воспользоваться вашими чувствами как раз. В то время, как вы боитесь использовать его. то есть, на это указывает его такой ответ. На это указывает его максимально избегающая ответственность поведение. Ну, вот я не знаю, говорит он. Я не знаю, что я к тебе чувствую, говорит он. Так, ты, если не знаешь, так ты и не веди себя тогда так, как он себя ведет, а он ведет себя как раз-таки так, как будто бы он знает, что он чувствует, но не хочет вам об этом говорить. как раз-таки говоря о взаимности по тому, что вы описали, я бы не сказал, что взаимность у него присутствует, но он, судя по всему, не против проводить с вами время. То есть время провести с вами вполне себе может. Понимаете, какая штука? Поэтому я бы здесь, честно говоря, больше беспокоился бы о том, они будут ли вас использовать. Вот о чем бы я больше здесь заботился. границей а поскольку у вас есть проблема с личными границами, потому что вы чувствуете вину, потому что вы боитесь как-то вот навязываться, вот как вы говорите, поскольку у вас есть проблемы такого плана, то воспользоваться вами вы уж извините, пожалуйста, но воспользоваться вами не так-то сложно будет к сожалению. Вот как-то как-то так. Такое так можно осуществить. Ну вот вы пишите долго страдала, так как понимала, что больше в людьми с нами ничего не будет. Почему это причиняет именно страданию? Несмотря на это, все-таки решила признаться в чувствах. Для чего? Чтобы что? А? Общение мы продолжили по обоюдному согласию. На что конкретно соглашались вы? Мои чувства не пропали, мы несколько раз возвращались к этой теме, однако он сказал, что у меня был шанс начать отношения, так как я его не знаю, начали, да. Так что, вы шанс потеряли? Я хочу заметить, что когда человек дает шанс, он ставит в себя позицию над. Это позиция над, когда человек дает шанс. Ну, извините, хочется сказать, а ты, ты кто такой, чтобы шанс подавал? Что значит я дам тебе шанс? То есть, я тебе дам шанс, а ты воспользуешься им или нет. Так это, так это должно работать или как? Вот тоже такой довольно интересный как мне, как мне кажется момент. Понимаете, да? понимаете, то, что я пытался сказать. Вот. То есть, человек в данном случае пытается как-то вот максимально себя обезопасить. Человек пытается как-то вот максимально осторожно себя вести, чтобы вас не оттолкнуть, не потерять и чтобы себя не обделить. Вот. Понимаете? Есть и другая конечно страна, вопрос. может быть и так, что человек просто очень нерешительный. Но в таком случае, если он очень нерешительный, я бы сказал, что вся ответственность будет лежать на вас, как она уже сейчас лежит на вас. Хотите вы этого или нет решать вам. Хотите ли вы тащить отношения на себе или нет тоже решать вам. На тот момент это меня очень ранило, так как я думал, что его слова относят вежливый отказ, либо просьба о времени. Проекция раз, почему ранило два. То есть как ранило то? Он начал проявлять активность, обнимает при встрече, за его гулять, останавливать я его не хочу за как-то приятное действие, но понимает, что это не у себя, как будто его использует. Где логика? В этом. Ну то есть просто вот давайте подумаем, давайте подумаем. Останавливать его не хочу, мне приятно, окей, окей, понятно. Понимаю, что это не велит в вас что-то большее. Почему это уже выливает в вас что-то большее? Это уже то, что он обнимает при прощении, проявляет тактирность, это уже что-то большее. Так почему не может еще быть что-то большее. Вопрос в том, понравится ли вам это или нет, но это уже другое. Из-за этого чувствую себя так, как будто его используют. Где, как вы можете кого-то использовать. Вот знаете, как бы я боюсь, что у вас в опыте есть факты реального использования вас. Но из-за низкой самооценки вы испытываете за эту вину, считая, что это вы человек использовал. Потому что про использование говорите вы. Вы говорите про использование. Говорите, я с ним боюсь, не хочу быть навязчивым, это может его испугать, тогда он вообще перестанет что-то такое делать. Так опять же, вы определитесь, вы хотите, чтобы он перестал что-то такое делать, или вам приятно, вы не хотите его останавливать, но типа его использовать. Как-то вот тут противоречие. И определиться со своими чувствами здесь означает разобраться в том, чего же вы хотите. Вот вы говорите, что вы влюбились в лучшего друга, но страдаете. Значит это не про любовь, а про потребность. Любовь происходит из избытка, а страдания происходят. Происходят. из дефицита. Вот с этим нужно разобраться. Дефицит возникает там, где неудобно совершена потребность. Например, потребность принятия, как в вашем случае, потому что вы очень сильно себя не принимаете. И для вас получить заимность означает то, что вас примут. Это так. Только ответная влюбленность или даже любовь другого человека совершенно не означает обязательно принятие. По крайней мере, в вашем восприятии. Потому что человек, допустим, в вас влюбился, и потому что он влюбился, он делает вот это все. И потому что он влюбился, он, например, вступит с вами в отношения, но принятые, вы все равно чувствовать себя не будете. Потому что это будет делать другой, мой, а не вы с собой. То есть если вы себя не понимаете, вам нужно идти в сторону принятия себя. Это никак не про другого человека. Это про вас. И только про вас. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволь вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.